Здравствуйте! В этом видео мне бы хотелось рассказать вам о том, какими средствами я пользуюсь для того, чтобы снять макияж. Я подробно расскажу вам о своих любимых средствах для снятия макияжа, расскажу, что мне в них нравится, а что мне в некоторых из них не нравится. Поделюсь с вами своей большой проблемой. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересов. Мой очень большой любимчик уже давно, уже, наверное, лет 5 для снятия макияжа. В данном вопросе я не претендую на оригинальность. Это, собственно, всеобщий любимчик, и, по-моему, только ленивый бьюти-блогер не пел дифирам по этому средству. Это Биодерма H2O Sensibio. Это вот такая вот мицеллярная водичка для снятия макияжа. В моем случае сейчас это водичка Биодерма в объеме 500 мл. Это пол-литровый такой очень хороший объем для домашнего использования, который очень удобно хранить дома в вашем шкафчике ванной. Собственно, раньше он был в бутылочке, в классической бутылочке Биодерма. Сейчас у них новая форма упаковки. Это вот такая вот помпа. То есть вы просто берете ватный диск, прикладываете его сюда, несколько раз нажимаете, и дозатор, собственно, выдает на ваш ватный диск ровно столько средств Биодерма, сколько надо. Вы сами контролируете этот процесс. Вы в любой момент можете остановить вот эти вот нажатия и, собственно, пользоваться замечательно данным средством. Что такое Биодерма для меня? Как я уже сказала, Биодермой я пользуюсь давно. Пока ничего лучше с точки зрения мицеллярной вод я не находила. Ну, честно говоря, особо и не пыталась искать, потому что, опять же, повторюсь, Биодерму нашла давно. Ну, а добра-добра не ищет. Ну, и я, правда, абсолютно довольна тем, как она работает. И искать что-то другое на данный момент у меня не возникает никакого желания. Биодерма я пользуюсь и для того, чтобы снять макияж с лица, и для того, чтобы снять макияж с глаз. Я очень редко пользуюсь водостойкой тушью. Собственно, с обычной тушью. И даже при макияже с накладными ресницами вот эта вот Биодерма H2O Sensibia очень-очень неплохо справляется. Я несколько раз пробовала зелененькую Биодерму. Зелененькую имеется в виду мицеллярную воду, но зелененькая, вот если Sensibia это для чувствительной кожи, линейка розовенькая, то зелененькая она была для жирной кожи. Для жирной кожи мицеллярная вода больше мне понравилась с точки зрения тоника. Но если мы говорим о непосредственном снятии косметики, о том, чтобы очень мягко, очень аккуратно удалить косметику с вашего лица, не раздражить вашу кожу, смыть все загрязнения, сузить поры, то вот эта вот водичка H2O Sensibia это как раз то, что доктор прописал. Эта вода, как я уже сказала, она неплохо справляется не только с макияжем, но и она может отлично убрать излишние загрязнения, излишнюю жирность на вашей коже, если вы такой же счастливый обладатель жирной или комбинированной кожи, как и я. Она очень неплохо сужает поры и после нее на лице нет никакого ощущения стянутости. И достаточно приятное ощущение, я периодически потом пользуюсь тоником, либо умываю свое лицо водой и, собственно, вот получаю тот результат, который есть. Как я уже говорила, вот этот вот объем пол-литра, 500 мл, он очень удобный для того, чтобы хранить его дома в ванной. А с собой в поездке я, как правило, беру вот такого вот малыша. Это та же самая Биодерма Sensibia H2O, но в объеме 100 мл. Это она как раз вот такой вот классической бутылочке. Собственно, раньше вот такая вот крышечка была и у бутылочки в 250 мл. Биодерма существует в трех объемах. Здесь 100 мл, 250 мл это аналогичная бутылочка, но чуть побольше. Среднего объема и самый большой объем это пол-литра, это, собственно, вот такой вот большой бутылёк. Подобных малышей я беру с собой обычно в поездки для того, чтобы никуда ничего не переливать. Мне достаточно удобно, собственно, покупать маленьких и возить их с собой. Я бросила бутылочку и ни о чем не задумываюсь. Единственный минус у Биодермы, ну, я так понимаю, что это маркетинговый ход для того, чтобы Биодерму еще и еще покупали, это то, что вот эту вот крышечку, к сожалению, даже когда у вас бутылочка закончится, вы открутить не сможете. И из большой колбы в маленькую вы тоже, к сожалению, перелить не сможете. Поэтому, собственно, если у вас закончится малыш, вам придется его выкинуть и купить еще одного малыша. Это не очень экономично, но вот, к сожалению, как я только не пыталась снимать эту крышку, у меня не получилось. Если у вас вдруг есть способ, если вы вдруг как-то придумали и смогли снять вот эту вот крышечку из Биодермы, напишите, пожалуйста, я с удовольствием этим способом воспользуюсь. Еще два средства для снятия макияжа, которые мне нравятся. Это средства от марки Бобби Браун. Вот они, одно и второе. В марке Бобби Браун есть не только декоративная косметика, у них также есть линейка по уходу за кожей лица, и у них есть линейка для снятия макияжа. Вот первая позиция в этой линейке это Cleansing Oil, это гидрофильное масло от марки Бобби Браун с оливковым маслом жужеба, с корнем имбиря. Это масло большое, оно в объеме 200 мл, оно с вот таким вот дозатором. Так, как используется масло? Масло мы наносим, нажимая на помпу несколько раз, мы сначала берем масло, выдавливаем на ладонь, потом растираем между ладонями, и дальше мы наносим гидрофильное масло на все лицо, массируем, 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 собственно. Вся косметика, она у нас размокает, она так вот перемешивается, и потом добавляя воду, у нас это масло превращается в такую вот пенку, практически вычищающую гель, и все вместе с загрязнениями и с косметикой, все это смывается с вашего лица. Я пользуюсь подобным маслом не каждый раз, я пользуюсь подобным маслом только если я понимаю, что я делала какой-то очень серьезный макияж, такой серьезный, я имею ввиду тяжелый, многослойный. Сначала я наносила базу под макияж, потом тяжелый тональный крем, скорее всего стойкий. И вот такой макияж я, как правило, сначала снимаю биодермой, все, что, соответственно, я могу снять, и потом, для того, чтобы убедиться, что мое лицо качественно очищено, что вся косметика с него смыта, я уже на очищенное биодермо лицо наношу гидрофильное масло, массирую еще раз пальчиками все свое лицо, и потом уже умываю с помощью воды. Опять же повторюсь, наносить гидрофильное масло на полностью нанесенную косметику, на полностью накрашенное лицо я пробовала, но для меня этот вариант показался несколько дискомфортным, поэтому я сначала, как я уже сказала, смываю всю косметику биодермой, и потом уже наношу гидрофильное масло, собственно, для того, чтобы уже окончательно очистить мое лицо от всех загрязнений, вытащить все остатки косметики из моих пор, и быть уверенной в том, что вот теперь мое лицо настолько качественно очищено, насколько просто это только возможно. Еще одно средство от марки Bobby Brown для снятия макияжа, это вот такой вот Eye Makeup Remover с алоэ вера и экстрактом розовой воды. Вот такая вот чудесная бутылочка, это у нас бутылочка в объеме 100 мл, здесь у нас уже нет дозатора, здесь мы просто откручиваем крючку, бутылочка, кстати, пластиковая, не стекло, и вот, собственно, на ватный диск наносим ровно столько средств, сколько вам нужно, и потом смываем глаза. Что я могу сказать про это средство? Оно достаточно неплохо справляется с обычной тушью, с обычным макияжем глаз, и даже со стойким макияжем глаз. Как я уже говорила, точно сказать по поводу разнообразных водостойких тушей я не могу, потому что водостойкими тушами я практически не пользуюсь, либо пользуюсь очень-очень редко. У меня, в принципе, со средствами для снятия глаз есть некоторая проблема, потому что у меня глазки очень чувствительные, они от всего раздражаются, и, к сожалению, после того, как я сделаю макияж, потом смываю этот макияж, особенно то, что касается зоны глаз, мои глазки краснеют, мои глазки раздражаются, и я испытываю дискомфорт. Я, честно говоря, достаточно много средств попробовала для снятия макияжа глаз, и пока что на данный момент я не нашла своего идеального, который бы, с одной стороны, очень мягко удалял макияж с моих век и ресниц, и, с другой стороны, не вызывал раздражения, и не вызывал покраснение моих глаз, и не вызывал того дискомфорта, который у меня есть. Поэтому, если вы вдруг нашли подобное средство, пожалуйста, поделитесь со мной этим секретом в комментариях, расскажите мне об этом средстве, я буду вам очень-очень благодарна и признательна. Еще одна марка средствами для снятия макияжа, которой я пользуюсь, это американская марка Dermalogica. От марки Dermalogica у меня есть также два продукта. У меня есть вот такие вот Pre-Clean Swipes, это влажные салфетки для снятия макияжа, и у меня есть вот такой вот малыш, миниатюра объемом 30 мл, Soothing Eye Makeup Remover, это такая вот мягкая жидкость для снятия макияжа с глаз. Начну про вот такие вот салфеточки, это у меня уже вторая пачка, это салфетки на ткани в основе, которые пропитаны такой вот немножечко маслянистой субстанцией, которая в принципе по ощущениям достаточно похожа на гидрофильное масло, которое очень-очень приятно пахнет, и которые очень, опять же, и очень неплохо снимают макияж. Подобными салфетками я, как правило, пользуюсь в поездках, потому что для домашнего использования я салфетки не очень люблю, я люблю ватные диски и биодерму, либо гидрофильное масло от Бобби Браун, а вот в своих поездках я с удовольствием пользуюсь, как я уже сказала, малышом от Бобби Браун, и также я могу взять с собой вот такие вот салфетки, особенно в дороге, где-то в машине, когда не надо доставать диск, ватный, когда вот не надо что-то мочить, разливать, когда есть возможность просто взять салфетку и протереть кожу лица, либо удалить какой-то не очень стойкий макияж, очистить какую-то зону отдельно, то вот этими вот салфетками я пользуюсь удовольствием и очень-очень довольна результатом. И последнее средство, оно также от марки Dermalogica, как я уже сказала, это вот такой вот малыш Soothing Eye Makeup Remover. Он у меня был в дорожном наборе, я его попробовала, и, честно говоря, с ним у меня пока такая же проблема, как и со средством для снятия глаз от марки Бобби Браун, от него у меня также начинают слезиться глаза, и возникает определенный дискомфорт и определенное покраснение. Он такой, вот если водичка Бобби Браун, она такая совсем жиденькая-жиденькая, то вот это вот средство, оно в виде такого полугеля очень интересного, оно не так быстро смывает макияж глаз, как мне бы хотелось, оно действительно очень мягкое, но для того, чтобы качественно снять макияж глаз, все-таки приходится сначала его нанести на ватный диск, потом поделать небольшие массажные движения, и это занимает чуть больше времени, и, к сожалению, раздражение на глазах у меня все равно присутствует. Вот достаточно короткая информация о тех средствах для снятия макияжа, которыми я пользуюсь. Как я уже сказала, я все еще в поиске своего идеального средства для снятия макияжа с глаз, буду очень вам признательна, если вы поделитесь со мной информацией о тех средствах, которые нравятся и подходят вам. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии внизу, оставайтесь, пожалуйста, красивыми и любимыми, радуйтесь каждому дню. До скорых встреч на моем канале! Пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok